Знешняя экономика и импортозамещение – ключовые питания в развитии Гомельского региона. Тому новый замежный партнер за все дожиданный гость. Сустреша потенциальных бизнес-партнеров отбылась в Гомеле по инициативе администрации СС Гомеля Ратон. Под обязанностью в материале Катярыны Жданович. Бизнес-конференция – приклад реализации политики импортозамещения. На Гомельше не для этого створены все умовы. Сегодня регион сопрацовничает этим направлением с инвесторами из больше, как 40 стран света. Польша – одна из них. Как приклад, компания «Делком-40» – датчинное предприемство буйного вытворца мягкой мебли и матрацов. Сегодня заявляется одним из резидентов свободной экономичной зоны Гомеля Ратон. Группа компаний «Комфортси» состоит из четырех фирм. Две фирмы находятся в Польше, возле города Калеш. Это фирма «Ком-40» и фирма «Корект». Одна фирма находится в Соединенных Штатах Америки, в штате Вирджиния. И одна фирма – это белорусский проект, который сейчас развивается здесь, в городе Комеля. Они выкупили, во-первых, незадействованную площадку завода пусковых двигателей, которая в течение практически 20 лет не использовалась в производстве. Они ее сейчас модернизируют, создадут новые рабочие места, дадут людям работу, будут платить налоги здесь, в Республике Беларусь. 99% на экспорт будут представлять свои продукции. И сегодня они ищут здесь, на площадке свободной экономической зоны, в нашем бизнес-центре, партнеров, с которыми они будут этот бизнес здесь делать, в Республике Беларусь. Для размещения нового предприемства наша в область была обрана не випадково. А кроме территориальных плюсов, регион володает ресурсным потенциалом. Сегодня на территории Гомельщины динамично развивают свою вытворчесть каля 300 буйных предприемствам. А это пятая частка догольной колькости Украины. Мы выбрали этот регион. На этом регионе настаивал очень господин Качмарек. Потому что он, во-первых, имеет благоприятное расположение. Он находится недалеко от границы с Россией. Это первое. А во-вторых, в Гомеле находится очень много предприятий текстильных, мебельных. Подчас конференции засновальник компании Богдан Качмарек кажется с надеей, что эта встреча покладет початок к взаимовыходному супрацовництву двух краин. Сирот удельников встречи – как зарубежные партнеры, так и процедуники белорусских предприемств. Для забеспечения деятельности новой компании «Делком-40» плануется максимальное задеяничание вытворчих махутностей у мясовых предприемств. Мы видим свой интерес в том, что будут, во-первых, созданы и, безусловно, рабочие места новые. А во-вторых, хочу сказать, что вступят в кооперацию многие наши предприятия. В производстве мебели, матрасов нужны многие компоненты. Это и пружины, значит, это наше металлопроизводство. Это и специальные ткани, это, значит, наши предприятия, которые выпускают нетканные материалы. Это и будет востребован наш малый бизнес, который сегодня занимается деревообработкой. А кроме обмеркования пытания у супрацовництва, потенциальные деловые партнеры смогли познайомиться с продукцией польского вытворца. В холле бизнес-центра отбылась и выстава узоров материалов и выработок, необходимых для вытворчасти. Створение оптимальных умов для ведения бизнеса и развития международных отношений в приоритете Гомельского района. Бизнес-устреча деловых колов Белоруссии и Польши один из кроков до реализации этих задач. Это не только умоцование международных экономичных совместов, но и создание 600 новых работных мест для ЖХРУ Гомельской области. Принятие на работу новых специалистов плануется уже до конца лета. До этого часа каждый из работников пройдет на учение. До речи, запуск первого швейного цеха, призначенный на дневник, начаток вересня этого года. Катерна Жданович, Сергей Лукашук, телерадо и компания Гомель.